Всем привет! С вами снова художник и иллюстратор Кристина Колоскова и я продолжаю рисовать своего кота. В прошлом ролике я нарисовала набросок, перевела этот набросок на чистовик и сейчас тогда буду все это дело раскрашивать простыми карандашами. Наборчик простых карандашей. С моим котом все в принципе просто. Он у меня темный, темное лицо, более светлое туловище. Так что мне нужно сейчас начну вот тогда с 4B. Ну и начну наверное с глаз, со зрачков. Если что, будем прямо использовать тестовый этот карандаш из X-Price. Пластик. Нет, простым карандашами. Сразу начну делать, особо что разглагольствовать, как обычно там в процессе поговорю. Расскажу что-то. Вот уже можно будет взять этот карандаш получше. Блик этот глазок прорисовать. Ну и собственно сам этот глаз. Так мне нужен, нужен вот ваш. Думаю, мне подойдет. Сейчас наверное когда я глаз отрисую, придется какую-нибудь бумажку положить, чтобы мне потом все это дело не заняты, рукой не затереть. Так, буду вертеть свой рисунок. Так, чтобы мне потом можно было, вернее даже чтоб просто удобнее было все это прокрашивать. Так, здесь прям толстая такая черная. Леночка. Или даже граница. Что-то я как-то наудрила, мне кажется. Глазом. Здесь уже светлая часть, здесь вот этот белок. Это я оставлю над прям белым. Даже трогать не буду. Вот это все дело. Здесь только слегка все же подотру. Это мне не нравится. Кажется. Кажется, как будто я его прям сильно большим сделала. Это класс. Есть еще прям с этой. Такая кисточка. Главное аккуратно. Мне кажется, когда я видео записывала, то что-то я там себе этой кисточкой так хорошенечко подтерла. Подтерла, стерла, да. Так, вот здесь вот. Я здесь тебе неправильно нарисовала вот эта века у него. Оно у меня какое-то получилось сильно большое. Это наш мальчик-кот. Оно у него совсем по-другому выглядит. Буду сразу в процессе все поправлять, заправлять. Так, клятчка нужна. Вот она. Может быть, потом, не знаю, посмотрю по настроению своих еще других кошечек отрисуем, которые раньше у меня были. Тоже всех с портрета сделаю. Так. И вот здесь вот самое темное место. Ну, как, относительно темное, так, думаю, что тут аж. Ну, аж. Это я. Ну, как, например, у вас помыли, как там. Так. Так. Что-то я тут грязь навела. У меня колоскова. Колоскова. Ирина Сергеевна. У меня такая помыли. Вот такая мне помыли. Вот так вот. Ну, вот это будет часть посветлее. Вот это потемнее. Вот он кот. Мяу. 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 Хорошо. А вот, когда у кого-то в школе там такая у тебя банка. Угу. Так. Ну, внутренние вот эти все детали от класса я, наверное, потом буду прорисовывать. Сначала вот это все. А потом тогда уже буду разбираться с темными, с этими всеми. Ну, так самое основное сейчас, получается, я набросаю. Мне кажется, я так в прошлый раз так же делала. Так же сначала какие-то основные моменты прорисовала, а потом уже начала это все уточнять. Деньги! 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 Ну, тут с основными это самые темные. Надо будет карандаши затачивать еще. Вот так вот. Так, здесь уже будут волосы в другую сторону расти. Отсюда. Бой, здоров. Вот. Так, иногда я могу замолкать. Ну, потому что начинаю что-то думать. Задумываться о чем-то. Куда еще приду? Куда еще? Всех пока! Мамочка, а можно я ее раздавать? Мама! 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 Так, здесь тоже темненькая. Открываю шек. Не знаю, как я буду полностью все так закрашивать. Да? Полностью. Какие-то у него здесь вот тоже идет поτεмнее, цветные. Где-то светлее. Тут просто буду здесь вот… эти волосянки прорисовывать. Так, я тут начинаю разбрасывать карандаши по всему столу. Мне твоих сложить, эту коробочку, чудо-коробочку. Я начинаю всё разбрасывать, надо вот просто их разложить. Мам, мамик я убирал, потому что он тебя тут положит. Так вот. Вот, теперь будет, чтобы было видно. Так, это я здесь оставляю. А я девочкой нарисовалась. Попробую скачу, кстю и ухот. Так, здесь тоже. Тюме. Вот здесь поднос протёжет. Скачу. Здесь хочу. Да. Тюмею. Есть хочу. моменты катаны чертой снова что даже не чертой снова какой портрет и сходство там еще светлый белый там черный серый у него там много но он у нас там белый черный серый вот какой стайки наш кот противный который постоянно мама ума 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 я тоже очень вики так создала тебе нужно карандаш потолще почернее потому что он нас темный такой кот него лапки разного цвета для таких вот я буду затачивать все это дело так то и вот тут все собралось сказать потому что он противный как-то у меня как всегда обычно все хаотично происходит а если бы у мамы была собака мама бы пришлось с ней выходить гулять да мам они еще сложнее сейчас коту который надо ходить гулять так вот так это тоже тут самое темное у него часть а это какие-то такие переходики темные места вот так вот сейчас пока слезла уточнять пока вот думаю не нужно ничего уточнять сначала их нужно как-то просто обозначить так ну и здесь естественно там надо на себя как-то покупал растушевку ну считаешь что можно сказать так ей пользоваться и не стало а я еще мне кажется я покупала со времен как ул когда я пыталась рисовать пастелью так она у меня там растушевкой валяется как-то я и больше не нашла применение этой растушевки так вот это у него самая светлая часть так что 10 я тут закрашу а вот тут трогать не буду ничего тень я как-то себе обозначила здесь тоже как-то все здесь понятно дело тоже все темное тоже вот отдельные вот эти все волосинки прорисовывать потому что они еще мелкие да так второй глаз я сейчас гневу вернусь а скажи мамочка а чё тебе надо подкладывать под такую бумагу под такую карандаш бумагу чтобы рукой не размазать карандаш а а а а а а а то у тебя там будут галки да нет просто будет все грязно и размазать а так вот не хорошо размазать так опять тогда ко второму глазу поправится все потом затемнится где-то осветлится а когда лицо темное а это вот вся вся такая светлая здесь вот больше светло Попала на этот глаз, а здесь вот это вот такое тоненькое. Это же кот старенький, приятный котик, да? А вот тут, конечно, уже тень. Это скоро вы знаете, страшно. Не повезите, не спугайтесь им, что-нибудь. Там идет два окна в шелтых и получит щеточку. А там идет два бомбы, тоже получится. Там идет сон, а вот у меня получит щетку. Так, здесь тоже. Немножко будет потемнее. Смотрее, потемнее. Как раз века. Ходите. Аф, 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 я плюгиваю все на скраб. Ап, плюгивай все. А если здесь, то на шагуится. Ап, день. Вот так вот. И вот так, и вот так. Тут, оказывается, я в прошлом ролике говорила про то, что не могла найти пособие, где будет вот хорошо расписано вот это вот стреяние глаза кошачьего. И я тут у себя, оказывается, давно на компьютере все это дело прикопала. И оно у меня все же есть. Надо просто это все сесть, хорошенечко изучить. Я помню, что ты еще что-то рисовала. Глаз готовый. Глаз готовый. Глаз готовый. Вот, надо будет это. Глаз готовый. Свою тетрадку, шпаргалку все это дело записать. Я помню, мама. Хорошо. Ты еще с которым глаз рисовала. Используй эту штуку. Вот так вот. Так, здесь тоже есть цветные. Немножко части. Есть темные. Тут главное самое вот сначала прям вот это вот все хорошо наметить все вот эти основные моменты с тенями, не с тенями, чтобы потом было легче сориентироваться и уже как бы брать там более мягкие карандаши и вот эти все теневые моменты прорисовывать. Все, мне кажется, что как-то раньше, наверное, лучше карандашом просто рисовала, не знаю. А может быть и нет. Просто раньше особо у меня ничего и не было. Ну, из арт-материала. Все, например, простой карандаш. Какой-то обычный клочок бумаги. Ну, так, тут еще что-то, типа, акварельные краски, потому что еще в школе, как-то это вот в школьные времена, ну, естественно, у всех ИЗО. И оттуда как бы какие-то краски, ну, какие-то там карандаши цветные, типа восковые какие-то мелкие точно были, что же там еще со школьной, например, надарили. Даже до сих пор эта коробка вся со школьными мелками. Ой, со школьными. Со сковыми мелками живая, и тебе как бы дочка моя уже этими всеми мелками распнижается и достались по наследству. Вот. И тут как-то это, я рисовала простым карандашом. Как-то рисовала тоже никакого интернета, госпит, никаких книг ничего не было. Просто по наитию. Вот. И казалось, как-то один момент казалось, что даже, ну, как бы лучше. А потом я перестала рисовать простым карандашом. Как-то, не знаю, навык, чтобы подрастерялся. И, конечно, так кажется, просто стиль поменялся. По-другому стал выглядеть все это. Даже, наверное, все же правильнее сказать, что просто поменялся стиль. И стали рисунки по-другому выглядеть. Не так, как были раньше. Здесь прямо свет темный, не подещает. Вот. Из-за этого так кажется, что рисовать я стала хуже. Именно вот простым карандашом. Так, здесь тут у нее светлые волосянки. Тут можно, в принципе, особо ничего будет не закрашивать. Просто, как бы, показать наличие вот этих вот волос. Но утропать это я пока не буду, чтобы не залезть и тут чуть не размазать. Так. Уши, получается, тоже очень темные. Тут можно сразу темный цвет брать. И вот то, что как раз вот здесь вот. Все прям самым темным закрашивать. Так. Бумажечка, бумажечка, бумажечка. Вот. Сколько же мне себе? Вот, вот этот кулачочек. Кулачочек как раз у меня тут есть. И вот так. Здесь тоже прям темно-темно-темно-темно. Ну, соответственно, и это тоже будет. Темное место. тут наверно сразу же уже начну как-то все это уточнять, закрашивать более подробно. Тут у него в основном не волосы, потому что можно сразу эти волосы прорисовывать. Чтобы какие-то самые белые прогалки оставались и уже... Карандаш полный, так, 4, вот, 2b. Здесь прям темное, как растение тут все попадает. Тут, кстати, как-то поменьше вот этих торчащих волосянок видно. Лишнее сейчас я сотру. Какие-то вещи пригождаются в работе, все равно все пригодится. Потом, если все удачно получится и результат меня устроит с этим рисунком, можно потом будет сходить его заламинировать. Что, собственно, с предыдущими рисунками, которые я делала, если я нарисовала кошек, так же сходили и заламинировали. И прикольно очень все это выглядит. Можно так спокойно вставлять в рамку. Никакая краска, ничего не осыпется. Ой, краска, господи, карандаш не осыпется. Но ничего не будет. Вот тут как раз тоже опять продолжаю все это уже уточнять. Те же самые волосянки. Где-то можно их нарисовать, где-то нет. То есть как-то основной вот этот вот объем можно передать. Все равно вот эти штрихи, они дают все равно понять о том, что животное волосатое, что у него есть шерсть, да. Там предыдущая была лысенькая, ну вот такая вот она. Из-за какого-то сбоя, как я рисовала кошку Ксюху, у нее получился, она начала обрастать. Она канадский сфинкс, у нее порода. Мне нравится таких рисовать из-за того, что там большое количество складок. Я люблю всякие какие-то мелкие детали, вот это все вырисовывать. И вот как раз прям сфинксы это самое то, чтобы у них что-то повырисовывать. Так, вот здесь я взяла. В общем-то то, что я себе набрасывала вот эти усы, отмечала, я их закрасила. Ну ладно, что сделать. Так, нос у нас тоже черный. Ну здесь вот он светлее, то что здесь вот я поменьше закрашу, а здесь закрашу побольше. Что-то у меня прям так получилось. Такой прям, из-за света от этого всего. Так выделено сильно вот этот вот участок с носом. Ну, собственно, я его тоже выделю. Такой прям. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok так вот здесь еще остался вот теперь можно уже немножко эти волосики разверну опять вот и здесь вот только просто по сути волосики не нужно показать тут самый светлый у него участок вверх торчат может быть такой небольшой тон какой-то показать прям слегка небрежно закрашиваю это все дело так вернусь к глазам что-то начну их до конца добивать сначала я немножко все же и закрашу они у него голубые не белые и я все же какой-то цвет вот этот тон придам потом я сейчас поточу свой карандаш звучит как угроза я сейчас поточу свой карандаш на насколько это возможно так пробовать вот эту поточить которые сломаются у меня вот хоп и все блин я пробовала и точить их и этой канцелярским ножом и все равно они ломались вот хоть вот так вот чуть-чуть если сделаю его заточку и аккуратно так вот здесь вот это темные места я сейчас тоже обозначу этим карандашом здесь вот вот и у него такие вот какие-то сеточка какая-то ну конечно же нужно наверно тень и какие-то светлые моменты можно все это сейчас я сделаю аккуратно так не тут так вот здесь тоже как раз идет вот это века и вот здесь вот это начинается тоже темная часть с этими светлыми тоже аккуратно ее ставить поломным карандашом все же наверно придется покупать и искать отдельно не знаю может быть магазин сходить посмотреть даже какой-то другой фирмы вот эти вот мягкие карандаши чтобы можно было когда это нормально все это прорисовывать и чтобы их можно было хотя бы нормально точить так тут у меня получается вот вот этой темной немножко нужно светлого добавить ну я думаю что уже вот эти части и я уже не буду трогать вот этим карандашом конечно бы хотел все же еще у нас чуть-чуть я не могу мяу 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 где-то затянуть где-то затянуть где-то затянуть а ты так долго уже рисуешь ну сколько рисуешь столько рисую а ты будешь делать фон нет вот так вот здесь вот у него тоже получается темные вот эти вот здесь посветлее вот вот я Так, и теперь вот этот второй глаз. Также дам ему какой-то нибудь вот такой вот тон. Вон у него тут не такой темный, вот этот из-за света и меньше вот этих рисунков. Так, и вот здесь прям светлая будет. Несу, прошу, карандаш сразу стирать и растерла кисточкой. Ничего, сейчас я выбрала, где наша не пропадала. Так, вот эта темная и глаз в темных делах, хоть темней. Так, какие-то такие тоже у нас такие тут. Ну, так ладно, так есть. Здесь тоже потемнее. Вот этот возьму чуть потемнее. Так, и буду сейчас тогда усы прорисовывать. Так, там они у меня белые. У меня белого карандаша не очень хорошо вытирает. Немножко, сейчас же рисунок у меня... Приделы. Сты у него, у него их много. Вот тут даже какие-то у меня остались все же. Так, и тут тоже торчит. Вот. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ничего не могу. Немножко там ведутся у меня техработы. На нем новые карточки пока там не создаем. Ну, в группе ВКонтакте рисунок будет готовый. Ссылка в группу будет как всегда в описании. Ну, на ссылку на сайт я тоже ждал. Если хотите познакомиться побольше с моим творчеством, там, можно сказать, есть практически все мои работы. Их там можно посмотреть. Все ссылки будут в описании. Если вам понравился этот ролик, то обязательно, конечно, ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые ролики. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. А с вами была Кристина Класкова. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok